Как сделать так, чтобы обувь сама по себе не скользила? Данных первоначальных бесконечно много. Это для избранных, для большинства детей, к сожалению, этот навык не прокачивается. Как развить у ребенка креативность и как научить ребенка решать сложные проблемы? Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин и вы на канале Школы скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на вопросы родителей, взволнованных в будущем своих детей. И достаточно много вопросов от вас приходят, которые я срезюмировал, вот собрал в такой блог. Называется «Как развить у ребенка креативность и научить его, какие-то сложные, комплексные проблемы решать». Давайте разбираться! По данным британских ученых, но в действительности есть статистики, есть данные, исследования, которые определяют, какие компетенции в будущем будут максимально востребованы, причем не в каком-то далеком будущем, а уже через несколько лет. Итак, к 2020 году, который достаточно скоро уже наступит, будут востребованы следующие компетенции. На первом месте это навык умения решать сложные какие-то задачи и проблемы, а на третьем месте это навык креативности. В принципе, это похожая вещь, это способ нестандартно мыслить, нестандартно какие-то проблемы и задачи также решать. Поэтому для развития их у ребенка можно эти проблемы объединить и давайте посмотрим, как навык решения проблем и как навык креативности у ребенка развить. К сожалению, в школе решать какие-то сложные задачи, креативность никаким образом не прокачивают. Почему? Потому что современная российская школьная модель обучения построена по следующим принципам. То есть, учитель разбирает какой-то вид задач, показывает алгоритм решения этого вида задач и, соответственно, ребенку даются какие-то примеры для того, чтобы он отработал по заданному алгоритму навык решения вот таких конкретных задач. Ну, и этих задач там достаточно много, все 11 лет, физика, химия, математика, в общем, вот какие-то задачи по заданным алгоритмам ребенок учится решать, ну, и каких-то контрольных, соответственно, решает либо похожие задачи, либо в каких-то олимпиадных школах, это комбинация, комбинация задач, но на различных олимпиадах, естественно, есть более сложные задачи, которые требуют нестандартного решения. Но это для избранных, для большинства детей, к сожалению, этот навык не прокачивается. Давайте разберемся, что вообще такое сложная задача и что такое проблемное обучение, три с педагогикой и так далее. Давайте разберем эти термины. Я никоим образом не критикую российскую систему образования, она такая, какая есть, более того, она еще и бесплатная, так что, ну, спасибо. Но в чем проблема? В том, что школьные задачи, в большинстве, они закрыты. Что значит закрыты? То есть, есть конкретные условия, есть конкретный ответ, ну и есть, примерно, алгоритм по шагам раз-два-три, ну или раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь, максимум, там, до десяти. По шагам, как это делать? Извне никакую информацию использовать нельзя. К сожалению, а возможно и к счастью, в жизни у нас все задачи открыты. Что значит открыты? Ну, например, например, вам нужно зарегистрировать ООО, да, либо там какие-то бытовые проблемы решить, купить автомобиль. Это открытая задача, нужно выбрать там лучший автомобиль. То есть, в данных первоначальных бесконечно много, нужно решить новый автомобиль или подержанный в кредит, или сразу найти деньги оплатить. В общем, куча данных, куча условий и человеку нужно решить, решить, соответственно, открытую задачу. То есть, вот в этом наборе большом количестве данных выбрать оптимальный путь, оптимальный вариант и, соответственно, выбрать оптимальное решение. Сто процентно верного решения никогда не будет, но успешными становятся люди, которые выбирают оптимальное решение. Это, кстати, одна из причин, почему бытует мнение, что троечники во многом, во многом значительно успешнее отличников в взрослой жизни. Почему так происходит? Потому что, если отличник учится работать по заданным алгоритмам, у него есть задача, есть ответ, он подготовил, выучил вот этот алгоритм раз, два, три, четыре, пять и, соответственно, молодец, садись в пять и в школе он отличник. В жизни, как я уже сказал, все немножко по-другому и троечнику в свои школьные годы, когда он что-то не доделал, что-то не выучил, приходится решать открытые задачи. Например, как списать это открытая задача, да, то есть есть куча вариантов, с телефона, со шпаргалок, нужно учитывать кучу внешних данных, да, психологию, например, учителя, его поведенческий фактор, что он читает, на какую парту сесть. В общем, нужно проанализировать огромное количество начальных данных и у нас есть конечное решение, да, понятно, что мы не можем прогнозировать, какое оно будет, но наша задача получить максимум результата, желательно пять, при этом использовать неограниченное количество ресурсов, все, что придет в голову и, соответственно, алгоритм тоже, он у нас какой-то непродуманный, нет четких шагов. Вот так, тренируя навык решения каких-то открытых задач, троечник в дальнейшем, выходя взрослее, переходя во взрослую жизнь, учится как раз таки эти открытые задачи решать. Итак, я думаю, что вы более менее поняли, что такое открытая задача, это задачи, у которых нет четких дано, то есть можно использовать любую информацию, любые ресурсы, можно подключать, ну, придумывать различные варианты и, соответственно, нет стопроцентного верного решения, то есть нужно из нескольких потенциальных решений ваших выбрать самое лучшее, самое оптимальное. Ну, например, задача такого вида. Поставьте сейчас видео на паузу, как я продиктую задачу и попробуйте сами эту задачу решить, несколько вариантов подложить, а еще дайте эту задачу ребенку. Итак, вот мама, например, купила какую-то зимнюю обувь, у которой гладкая, абсолютно гладкая подошва и мама подскальзывается, и ребенку нужно придумать способ, что сделать для того, чтобы мама не подскальзывалась. Это как раз таки пример открытой задачи, вот есть обувь, есть ситуация, когда зима, гололед и, соответственно, конечное решение нужно сделать так, чтобы обувь не скользила. Вариантов может быть, если не миллион, то хотя бы несколько десятков. Ставьте видео на паузу и пробуйте решить. Ну и если у вас уже есть какой-то ответ, то давайте разберем примерный алгоритм, как такие задачи решаются. Ну, во-первых, нам нужно на, так скажем, нулевой стадии продумать идеальное решение. То есть, что для нас будет самым идеальным решением. Ну, пример идеального решения, это когда мы ничего не делаем, а само собой все происходит. То есть, ну, как сделать так, чтобы обувь сама по себе не скользила. Это не всегда реализуемо, такое идеальное решение, но это то, к чему нам нужно стремиться. То есть, нам нужно стремиться к эффективности. Эффективность это работа, затраты, деленные на время. То есть, когда нам нужно, чтобы мы получили наибольший эффект, наибольший результат, затратив наименьшее количество ресурсов. То есть, времени, усилий и так далее. То есть, это то, к чему надо стремиться. Ну и, соответственно, первый этап, это ребенку нужно разобрать задачу, как и в стандартных, обычных задачах, расписать, что у нас дано и что нужно найти. То есть, ребенку нужно понять, что из себя задача представляет. Ну, в данном случае у нас дано обувь-подошва, дано лед какой-то, на котором подскальзываются. И, в принципе, пока больше ничего не дано. И что нужно сделать, что нужно найти? Нужно найти способ, с помощью которого сделать так, чтобы обувь не скользила. Второй этап, это этап анализа, где нужно ребенку определить, какой объект у нас задача. Основной это подошва, какие объекты вокруг него находятся, да, это там лед, асфальт, в общем, не знаю, нужно ребенку подумать, какие вот объекты вокруг него, какие процессы протекают в объекте или между объектами. Ну, например, там сила трения очень маленькая, между льдом и подошвой гладкой, соответственно, это приводит к падению. То есть, на этом этапе производится весь анализ, какие процессы, какие объекты, какие основные, какие не основные. Встроится, фактически, моделька задачи. Следующий, третий этап, это этап выдвижения гипотез, то есть, ну, нужно ребенку знать, какие, какие стандартные явления, да, протекают. Есть много различных явлений, механические, тепловые, химические, биологические и так далее. И как эти явления могут поучаствовать вот в том процессе, который нам нужен. На этом этапе выдвигается куча различных гипотез в режиме мозгового штурма, когда ребенок не должен как-то критиковать свои гипотезы, это будет он делать на следующем шаге, то есть, выдвигает максимальное количество различных гипотез. Например, шкуркой как-то сделать поверхность неровной, механическое явление, трение происходит. Понятно, что понятие явлений до 7-8 класса ребенок, скорее всего, не знает. Эта информация скорее для вас, то есть, на стадии выдвижения гипотез ребенок просто должен предложить максимальное количество гипотез, как эту проблему решить. Не знаю, шкурку приклеить, какой-нибудь клей приклеить, какое-то вещество в интернете он может найдет, какое-то шероховатое, можно покрыть. То есть, кучу различных вариантов, кучу различных гипотез, которые могут помочь эту проблему решить. Чем больше гипотез, тем лучше. Максимум должно быть 4-5 гипотез, иногда их количество может до 10 до 15 доходить. Следующая стадия это отбор гипотез, то есть, например, у ребенка получилось 5 различных вариантов, 5 различных гипотез и он начинает расставлять циферки, то есть, например, оценивать, если у него 10 гипотез, либо 5 гипотез, то он оценивает, например, 10 гипотез по 10-бальной шкале. То есть, ставит 10 баллов максимальное количество самой той гипотезы, которая кажется правдоподобной. Если тут что-то непонятно, можно в интернете поискать, посмотреть, есть какая-то гипотеза не совсем правдоподобная. То есть, здесь происходит анализ и критика, то есть, критическое мышление, где ребенок выбирает, как бы, самые толковые, самые логичные гипотезы, еще не проверяет, но, соответственно, их ранжирует, то есть, определяет там 3-5 самых, например, нормальных, самых толковых вариантов из тех, которые он написал. Ну и последний этап это проверки гипотез, то есть, ребенок берет первую гипотезу, самую хорошую, и начинает проверять. Что значит проверять? Он строит, предлагает эксперименты, возможно, мысленные эксперименты, возможно, физические эксперименты, на которых он эту гипотезу точно сможет проверить, и понять, что да, она работает. И, соответственно, после проверки гипотезы, во-первых, может порядок ранжирования поменяться, да, ну то есть, мы, например, думали, что первая гипотеза поставили 10 баллов, она самая толковая, но оказалось, например, что третья гипотеза после проверки стала, ну, лучше, как бы, с первыми двумя какие-то проблемы в процессе экспериментов, либо в процессе, там, мысленных экспериментов возникли, а вот третья гипотеза нам подходит, потому что, например, цена максимально дешевая, да, решение и так далее. То есть, на этом этапе происходит именно проверка гипотез и, соответственно, там, те 3-5 выбранных самых хороших гипотезы проверяются, ну и выбирается из них самое толковое. Задачей этого видео было рассказать вам, что такое проблемное обучение, триспедагогика и так далее, и чем она отличается от стандартного школьного обучения. Ну, нужно понимать, что если там каких-то 15-20 лет назад это было не особо актуально, да, ну то есть, только для тех, кто стремился к каким-то сверхдостижениям был смысл в чем-то таком разбираться, то сейчас это, скорее всего, необходимость, потому что в последующие 5-10 лет очень много специальностей вымрет, но вы уже сами видите, да, что они вымирают, то есть, заменяются программами, заменяются искусственным интеллектом и в дальнейшем, скоро, там, в ближайшие несколько десятков лет останутся только те специальности, где реально нужно что-то креативить, придумывать, решать какие-то сложные проблемы, поэтому навык решения открытых задач, он сейчас скорее необходим, поэтому очень рекомендую этой темой поинтересоваться и посмотреть соответствующее видео, почитать соответствующие книги. Я в этом направлении сейчас тоже начинаю очень плотно работать, да, ну, как я уже сказал, уже начал, скоро будет много видео, возможно, обучающие курсы и так далее. Ну, а вам спасибо за внимание, если есть у вас ко мне вопросы, то присылайте их обязательно на нашу электронную почту вопрос собакатурборит.ру. С вами был Шамиль Ахмадурин, программа Учимся учиться! Успехов в обучении вашим детям! Пока-пока!